Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 8 апреля 2021 года. И я хочу сказать такую вещь. На моем канале основном была часть фильмов по правовой поддержке в свое время, несколько месяцев назад, по поводу рамок, масок и так далее. И я создала отдельный канал «Правовая поддержка», чтобы, так сказать, не валить все в одну кучу, чтобы один канал был по истории, другой по этой тематике правовой поддержки и правовому полю. Вообще, что и как, что мы можем и что мы не можем. И был такой фильм «Я человек хожу мимо рамок, рамки в метро для физлиц и осужденных. Правовая база». Я перекачала это основное видео со своего основного канала на вот этот канал Галины Конышевой «Правовая поддержка». Перекачала его вчера. И автоматом я скачала то, что все статьи, ссылки, которые я давала под фильмом. Одна женщина прошла по ссылкам и сказала, что ни одна ссылка не работает. То есть они все ссылки работали, потому что это ссылки с правогов.ру были. Все это правовые. И вот смотрите, сайт юристов, обращение граждан по этому вопросу. Страница не найдена. Видите? Закон о полиции, посмотрим. Страница не найдена. Еще вот эту проверим. Страница не найдена. Страница не найдена. Посмотрите, что творится. Так, женщина погибла, проходя через рамку. Но вот здесь вот это они удалить не смогли, потому что им это не подчиняется, этот сайт. Так, вот этот проверим. А это мой. Они это тоже не смогли удалить. Так, это обсуждено. Ну все. Короче говоря, единственная из вот этих вот, из семи ссылок, единственная рабочая, это то, что жизнь после установки стимулятора. По поводу кардиостимулятора. Все, что касается правовой базы, закона о полиции, все ссылки удалены. Это говорит о том, что люди не знали свою правовую базу. Так работают только мошенники, только оккупанты и мошенники. То есть они отслеживают наши видео, они отслеживают наши материалы. Вы, убирайтесь прочь с нашей планеты. Вы не люди, сатанисты. Вы предатели рода и народа. Убирайтесь прочь с нашей планеты. Я вам говорю, человек, дочь Бога живого, я вам говорю, приказываю, убирайтесь с нашей планеты. Мы вас все равно всех вычислим и высветим. Вы оккупанты. Все, кто убирает эту информацию, чтобы люди не знали своих прав. Народ, все равно переходите по ключевым словам. Вы все равно можете найти. Они не могут спрятать всю эту информацию. Они просто прячут, бьют ссылки. Понимаете, вот чем они занимаются. Они бьют ссылки, но это все можно восстановить. Допустим, я буду размещать, они опять будут бить ссылки. Но берите просто вот так вот сайт юристов. Давайте попробуем прямо в прямом эфире. Сайт юристов и обращение граждан по вопросу масок. Сейчас мы найдем. По вопросу рамок. Надо искать, конечно. Надо искать. Видите, выходит просто общий поисковик. Надо все искать по новой. Давайте посмотрим вот это. Коап. Давайте вот так вот ее сделаем. Личный досмотр вещей. Вот, пожалуйста. Ее можно прочитать. Они не могут убрать правовые законы. Пожалуйста, вот читайте. Соответственно, бьют ссылки именно. Чтобы ссылка не была рабочей. Но вы не будете тоже, что называется, идиотами, граждане. Берете по ключевым словам, по такому же предложению и забиваете в поисковик. И вы найдете эту правовую базу. Пускай ссылка битая. Сами переходите, сами ищите. Не надо быть такими беспомощными. Именно этого от вас и добиваются, что вы недееспособны. Вам дали информацию, вам дали наводку, что называется. Вот уже предложение. Скопировали предложение. Вставили в поисковую строку браузера. И вам выйдет эта информация. Если вы хотите в ней разобраться, вы ее найдете. Вот таким образом. Они все есть. Они не могут убрать правовую базу. Но они могут убрать вот эти ссылки. Вот эти ссылки они могут здесь. Именно, да, пожалуйста, консультант плюс. Она должна быть в консультанте плюс. Они ее сделали битой. И поэтому перехода нет. Так можно делать. Айтишники это делают. Но они не могут все убрать. Понимаете? Они просто нам мешают. Это говорит о том, что вот эта информация им мешает. Они не хотят, чтобы люди знали свои права. Они хотят, чтобы люди были идиотами, беспомощными, овцами такими, над которыми можно издеваться. Бесконечно. Надеюсь, вам было полезно это видео. Подписывайтесь на мой канал. Правовая поддержка. В который я буду периодически, как вот по ситуации. Потому что они есть, эти ситуации. По ситуации буду делать видео для того, чтобы повышать нашу общую гражданскую ответственность и правовую грамотность. Пускай враги. Это враги делают. Вот этим занимаются вы враги. Мы знаем, что вы враги. Кто бьет эти ссылки. Вы упыри. Мы это знаем. Мы знаем, что вы среди нас. Вы как глисты. Вы как бактерии. Но на каждую бактерию, на каждого глиста найдется свой дуст. На каждую вшу. Вот такую, кто этим занимается. Кто гнобит народ. И кто помогает оккупантам заниматься оболваниванием населения. Подписывайтесь на канал. С вами была Галина Конышева. До свидания. По скрипту. Вот призомции невиновности. Смотрите. Вот дам эту ссылку. Они ее опять сделают битой. Просто набирайте. Призомции невиновности. Через рамки можно пропускать только виновных людей. А они гонят невиновных. Весь народ у них стал уголовниками. Причинение вреда органами власти. Требование потерпевшего. О взыскании вреда, причиненного незаконным привлечением к администрации, административной ответственности. О взыскании, компенсации морального вреда. Вот. Если будет какое-то привлечение к административной ответственности. Надо изучать правовую базу презумпции невиновности в первую очередь. И если вы правы, стойте на своем. И не бойтесь никого. Потому что все это запугать, запугать, чтобы маленького человечка, чтобы возвыситься над ним. Все это безумие, все это чувство собственной важности, все это синдромы вахтеров так называемых. Желание самоутвердиться за счет простого человека. И все это делается на уровне управленческом. Но я хочу сказать, что у нас работают две силы. Одна все-таки помогает народу, и это есть правовой базе. А другая работает на то, чтобы люди не знали эту правовую базу, не могли сами себе помочь. Или друг другу. Обстоятельство материалами дела установлен факт неправомерного возбуждения должностным лицом дела об административном правонарушении в отношении истца. Это было удовлетворение суда, касация. Третья касация, обратите внимание, кто-то судится, кто-то бьется. Уже третий касационный суд был. Значит, первые три суда не в пользу этого человека. Вот это примеры, кстати, судебных разбирательств. Их тоже надо изучать. Потому что есть прецеденты. И если прецедент есть в суде, то на него можно смело ссылаться, где бы он ни произошел, в каком бы городе он ни произошел. Так что повышайте свою юридическую грамотность. Это просто необходимо в условиях оккупации. Субтитры создавал DimaTorzok